доброе утро дорогие мои вы на канале привет ангел с вами народный батюшка мира и добра вам вот при святой троицы хотел поговорить об этом давно но как-то не находилась достаточных можно так сказать обосновывающих материалов или иллюстрирующих материалов эту тему а сейчас мне очень понравился вот это сравнение с тем о ком мы сейчас будем разговаривать или с теми о ком будем разговаривать у замечательной нейропсихолог лингвист и так далее и тому подобное много на чего представляет татьяна черниговская который откровенно себя называет православной я верю что она православной поэтому это еще и в определенной степени православной точка зрения то что она высказала и высказала на следующий вот посмотрите малюсенький ролик они создали роботов тараканов эти искусственные тараканы терлись в доверие к реальным тараканам были приняты в социум и начали влиять на их поведение и влияли они довольно коварно потому что обычно тараканы выбирают укрытия которые хорошо их скрывают вот эти коварные внедренные искусственные тараканы они так повлияли на поведение реально реальные тараканы стали выбирать не хорошие варианты а плохие и таким образом поведение целой большой группы социума было изменено на противоположное. Мы должны смотреть на эту историю не просто как на забаву ученых, а как на метафору того, что может с нами произойти. Нам можно внедрить антропоморфного робота с сильным интеллектом и с продуманной программой поведения, которая будет тонко и изящно влиять, что изменит поведение социума. И что вы услышали, что некие ученые сделали искусственного таракана. Я видел, даже ученых таких видел. И этот таракан был внедрен в общество. Он управляемый, этот таракан. Других тараканов он похож на них. Кроме того, они на него феромоны у тараканов взятых капали специальные, и он пах так, как привлекает всех остальных тараканов. Я знаю этот опыт. И в конечном итоге его поведением изменили поведение всей стаи тараканов, которые до того, как он к ним внедрился, жили безопасно. То есть выходили покушать тогда, когда надо. И прятались в безопасные места, где их не достанешь. Вот суть этого ролика. Таракан действительно считается одной из самых древних и самых хитрых насекомых. И мы их всех не любим. Все не любим. Но при этом они на самом деле большие частильщики наших домов и наших жилищ и так далее. Считается, что признак плохого хозяина, когда у него таракан. Ну, в какой-то степени да. Но он и очищает жилье этого плохого хозяина, в том числе для того, чтобы не распространялась зараза для других. То есть есть в самом таракане определенная польза. Иначе бы, я скажу так, Господь бы его не создавал. Он такой утилизатор. Причем тараканов настолько много и разного вида в мире, что они такое впечатление, что утилизаторы чуть ли не самые главные в мире. Хотя есть и другие бактерии, которые все это делают и все остальное. Поэтому здесь такой пример таракана. Прежде всего, конечно, направлен не на тараканов. Какое бы дело Черниговской заниматься тараканами. Естественно, тот разговор, откуда взят этот маленький ролик, он об обществах. О человеческих обществах. О том, что они, живя естественным образом, подчиняясь, грубо говоря, естественным законам проживания или тем законам, которые установлены у них в обществе, живут достаточно безопасно. То есть тараканов кто-то научил жить так безопасно? Я думаю, что да. Божья информация, которая идет через святаго Духа, через жизнь и заставила их жить именно так. В конечном итоге. Кто-то скажет, эволюция – это обучение. Эволюция – это обучение. Вот они так обучились. Но когда они повели неестественную жизнь, то оказались в опасности, больше того, в гибельной опасности их можно было пришибить, отравить и все остальное с ними сделать. Так вот, то же самое на самом деле и в обществах. Когда-то кто-то где-то, ну и мы кто-то где-то знаем, что это лукавый, это сатана, увидел, что человеком можно управлять не только, скажем, хитростью, но и управлять через то, что он как стадо кому-то подчиняется, и сатана стал работать с теми, кто может привлечь к себе людей, создать сообщество из этих людей и повезти их куда? Да, повезти их в то место, где сатана с ними сделает все, что ему хочется. То есть вывести их из зоны безопасности, которую представляет для нас с вами Господь, Пресвятая Троица, Дух Святой. В миру это в материальности обозначается как ойкумена. То есть ойкумена, это я вам объяснял, что территория, которая освещена жизнью правильных людей, праведных людей, и в этой жизни у них создается сообщество и создается форма поведения, которая их делает действительно безопасными. Чтобы вот этот договор с Богом, что даю вам 70-80 лет, распространялся на всех. На всех, чтобы каждый доживал до этого возраста, к большому сожалению, у нас сейчас один из шести, по-моему, доживает до 70 лет мужчин, если не меньше. Остальные на этом пути где-то погибли, как и женщины тоже. Хотя нам и ставят, что средний возраст жизни вот у нас такой. Но это средний возраст того поколения, которым считается этот средний возраст. А если посчитать всех, кто погибли вот тогда-то, там-то, здесь-то, то, к сожалению, это немножечко другие цифры. Но как они погибли, почему они оказались вот в такой, как говорится, среде, кто их вывел из зоны комфорта, которая, ну, казалось бы, абсолютно естественно, просто и спокойно объявлена Христом, пользуйся этими правилами, как правилами поведения на дороге, и всё с тобой будет хорошо. Я 30 лет просидел за рулём. Я старался всегда соблюдать эти правила движения. Ну, всегда любой водитель скажет, что невозможно их соблюдать. Это, я не знаю, как назвать такого водителя. Иногда соблюдение становится сами по себе неприемлемым для всех других, когда я однажды решил, что буду все знаки соблюдать. И от Москвы начал ехать по этим знакам. И оказалось, что большинство дороги там скорость 60-70 километров. Вот такая. Мы не замечаем этого, когда просто едем по трассе в одной цепочке, со всеми там, встал между грузовиков, и вот гонишь. Они сколько-то идут, и ты идёшь, тебе безопасно. Ты ориентируешься на них. И вдруг оказалось, что они идут не по знакам. На них закрывает лицо, потому что они не сильно много, как говорится, превышают. Потому всех не остановишь. И поэтому в этой зоне безопасности, нарушений, правил подразумеваются они как возможные. То есть Христос нам говорит, что вы все святыми не можете быть. Естественно, вы когда-то можете выходить из этих зон безопасности, нарушая какие-то формы проведения. Но у вас есть способ, как вернуться к этим правилам, вернуться в поведение христианина. И естественно, когда вы выходите из дома на свою работу, а у вас там в коллективе кто-то себя как-то ведёт не так, и вам приходится тоже вести себя не так, то это может быть оправдано. Даже тем, что вы там присутствуя, устанавливаете эти правила. Но речь не об этом. Речь о том, как попадают вот в эти ловушки вот этих всех, как говорится, слуг сатаны, которые ведут в пропасть. И вот это очень серьёзный вопрос. Очень серьёзный вопрос. Везде, где я не учился, обсуждалось это на каком-то психологическом уровне, организационном уровне. Потому что любое обучение заключается в том, что учат тебя, как тот коллектив, который за тобой идёт, привести к успеху. Нигде не учат руководителей, чтобы они привели к гибели производства, чтобы они гибели тех, кто это производство ведёт, приводили. Нет, везде к успеху. А почему же тогда не все успешны? А почему же вот какие-то на каком-то этапе вдруг срываются и уходят в другое поведение, которое губит их? И вот здесь, к большому сожалению, огромную роль играют примеры. Вот эти, в данном случае, апостолы зла, как бы их назвали, которые, имея определённую харизму, имея определённую значимость, имея определённый ум, развитие и так далее, берутся за то, чтобы руководить этими людьми. И больше того, им эти люди в большой количестве нужны для того, чтобы им проживать, чтобы иметь средства проживания и так далее и тому подобное. И они начинают соответствовать поведению тех людей, кого хотят захватить и становятся их лидерами, потому что допускают в своём поведении то, что может допускать лидер и не может, как говорится, то, что может пастух и не может овца. Вот ведь как. Это во всех, в престухнух в обществах, вот эти, как говорится, воры в законе, которых теперь нельзя упоминать, запрещено их упоминать, себя вели так, как не может другой вести себя. Только тогда он выступает в роли этого лидера. При этом я, естественно, понимаю, что могут быть те, кто такие сообщества захватывает как криминально направленных людей с государственным назначением. То есть он внедряется в эту систему, становится тем, кто руководит этими людьми и понимает, что их нельзя воспитать, они на какой-то вот останавливаются в стадии России, стараются всё-таки их использовать в более безопасных для государства формах. Я встречался и встречался с генералом, который, например, вот этими ворами в законах руководил 25 лет, подбирая, кто станет, где станет, и показывая, как они управляемые. Могу привести пример. Мы сидим с ним в Останкино, в гостинице «Космос», в кафе. Кто там был, тот знает, что там кафе есть, которое чуть-чуть ниже пола большого коридора, там несколько ступенек. И он, разговаривая со мной, подозвал официанта и говорит, пригласи-ка мне волосатика. Оказывается, этим «Космосом» управлял один из бандитов. Это 90-е годы. Тогда, я вам скажу так, 90% всей промышленности и всякими хозяйственными субъектами руковалили бандиты, либо им платили, чтобы они что-то такое. Поэтому сейчас всё по-другому. По-другому. А вот тогда было так. Молосатик – это вот один, причём он считался вором в законе, жил он прямо в этой гостинице «Космос», и он в этой гостинице «Космос» был очень официальный, и могли, значит, ему подчиняться очень многие в этом, как говорится, районе. И они подчинялись. Но он подчинялся генералу. И, говоря официанту «Позвоюй-ка мне, значит, волосатика», он знал, что официант знает и сейчас позовёт того, кого надо. И вот официант ушёл, и я сижу лицом вот к этому длинному коридору, а генерал спиной к нему сидит. И я вижу, как по коридору вдалеке появился официант, и рядом с ним идёт вот такой, как мы называем, расхристанный, значит, действительно, с длинными волосами, худой такой, достаточно высокий человек. Как он идёт? Вот это ноги в разлёт, эти руки, значит, вот, прямо сразу видно, что идёт такой хозяин, да ещё необычного свойства, который может с тобой сделать всё, что хочешь. И вот он идёт, идёт, а, я упустил одну вещь, этот официант говорит, а как сказать, кто его ждёт? Не надо ничего говорить, просто скажи, что зовут. И вдруг этот волосатик уже оставалось метров, наверное, десять до, увидел, что сидит там генерал. Генерал его не видит, я вижу его. И он, представляете, аж вот весь сгорбился и на каких-то полусогнутых, значит, спустился, к нему подошёл весь вот такой и говорит, звали? Говорит, звал. Что случилось? Ты чё безобразничаешь? Он говорит, он был негодный человек, вы сами знаете, что с ним ничего больше сделать нельзя. Оказывается, он за несколько дней до этого выкинул какого-то преступника в окно с какого-то этажа, тот упал, разбился, то есть погиб. И вот он подошёл к генералу извиняться, что он был негодный человек. А генерал вдруг говорит, я тебе не за этого букашку, как говорится, вызвал, зачем ты стекло разбил? А там витринные стёкла, и там действительно их и вставить-то тяжело, как я понимаю, в гостинице «Космос». Тут я вставлю, я все средства потрачу, я вставлю, не беспокойтесь, я вставлю. и всё. И я тогда как разочаровался во всём этом мире, всех этих значит и блатных и всё остальное, а потом ещё встретил интересные доказательства, но для меня это стало ещё одним доказательством, что часть общества руководится какой-то другой частью общества, где есть внедрённые представители, и эти представители ведут эти общества куда? А вот оказалось, что даже здесь не всё так хорошо, хотя уж самые государственные. Оказалось, что и здесь нашлись агенты, нашлись продажные, генералы в том числе, которые вели всех этих и делали они то, что нехорошо для государства. и воруют деньги, и воруют средства, и воруют силы государственные. Время, грубо говоря, даже воруют. Тот, кто украл, вот здесь недавно показывали, украла какая-то замминистра, три или четыре миллиарда рублей в системе образования. Как это? Это мы говорим, у нас школа плохонькая, никак, тут ремонтов не хватает, оборудования не хватает. Сидит замминистра, на вид приличная женщина, и она украла такие деньги. Естественно, что не себе, не только себе, но ведь кто-то ее поставил, кто-то ее, значит, сюда продвинул, она кому-то была примером, и так далее, и тому подобное. Но мы не о чиновниках, там свои системы, мы с вами сейчас говорим о молодежи. Как молодежь? Кто ведет молодежь? И я вижу, что абсолютно разные есть лица и направления, которых я прямо очень сильно уважаю, и считаю, что да, они действительно лидеры, их нужно действительно, как вот сейчас школа героев, поднимать, и они действительно, если будет общее у них сообщество и общие какие-то формы, такие, они действительно могут привести какую-то часть молодежи к патриотическому состоянию, к тем, кто будет поднимать страну и все остальное. Но только ли они есть? Больше того, я смотрю по соцсетям, а такие-то не так-то уж и много в соцсетях-то представлены, а соцсети сейчас основная форма обучения молодежи. вы посмотрите статистику, в школе они сидят и включаются в урок в целом час-два, несмотря на то, что 8 часов там сидят, некоторые сидят на уроках и не включаются в этих уроках, сейчас запретили гаджеты на всех уроках, уже официально нельзя хоть как-то вроде как их отвлечь от этого гаджета и все-таки сосредоточить на уроке. Но здесь забывают, что не в гаджете дело, а в уме. Там уже может такое состояние быть, где без гаджета и без тех эмоций, которые он дает, ничего учитель дать не сможет. Он просто тупо будет сидеть, страдать, ждать, как наркоман, когда же он вернется к гаджету. Вот это, на мой взгляд, не понимают те, кто давай мы запретим. Я считаю, не запрещать, а использовать надо, научить. То есть регресс, где мы то, что учителя хотят, а они старенькие у нас вон школа, 90% учителей пенсионеры и давно пенсионеры. Конечно, им лучше запретить гаджет. Но молодые, я вижу, учителя, которые умеют вот это все использовать, они хотели бы другого, хотели бы, чтобы это использовалось. Ждут давным-давно планшетов каких-то в школе, что во всем мире уже внедрено. Но, давайте я все-таки к примеру обсуждений, почему я об этом заговорил и зачем этот был ролик о тараканах черниговской. Так вот, есть ряд лиц, которые по своим, как говорится, желаниям коммерческим или по каким внедряются в молодежную среду формы поведения, которые для этой молодежной среды не то, что приемлемо, а еще и считаются особой какой-то формой. Но куда они ведут? Куда они ведут? И в частности, я могу назвать ряд лиц, которых я вижу, что они явно лидеры и явно их почитает достаточно много людей, такие как Дудь, например, запрещенный у нас агент, или Артемий Лебедев, незапрещенный и очень популярный во всех сейчас соцсетях, и я смотрю, он и на телевидении в каких-то судьях сидит в конкурсах и интервью с ним берут и по всем значит, в общем, пригласить его на какой-то форум, это очень почетный гость, и он что скажет, оно как бы свыше идет. И я не против. Он говорит иногда очень хорошие, приличные вещи, но он постоянно ругается в эфире. Я, начиная смотреть его ролик, думаю, ну вот посмотрю, но у меня мат, например, абсолютно неприемлем, и я этого человека не уважать не могу после того, как услышу, что у него не могу принять, что он может быть хорошим человеком, хотя, конечно, я от чиновников от больших этот мат слышал там или еще, ну вот такое свойство моей души. Для меня мат это показатель некачественности человека. И вот я долго размышлял, а зачем вот он этот мат вставляет, причем для него это абсолютно естественная форма. Я понимаю, что это может быть абсолютно естественная форма в ряде, как говорится, слоев населения. Больше того, когда фашисты искали, почему они проиграли Вторую мировую войну, Великую Отечественную нашу войну, один из факторов, который они установили, оказался в том, что русские матом руководили войсками, а слово матерное, и форма применения его в командах оказалась там наполовину короче, чем настоящие, правильные, значит, и, то есть, у нас артиллерист говорит по ним матом, и с определенным матом это значит, каким снарядом, значит, по ним, а немец должен был сказать заряди фугасный снаряд и ударь по ним, ну, то есть, вот такая, то есть, в какой-то степени как-то помогает и как-то мотивирует, я видел, как наркомана, которого пытались реабилитировать, психотерапевт с помощью мата, грубо говоря, отрезлял, это понятно, что, а он не слышит по-другому, у меня был опыт моего друга, которому я когда-то высказал, что, ну, что ты столько мата, он со мной вроде воздерживался все время, а тут я приехал, а он такой начальник большой, у него подчиненных много и так далее и тому подобное, а он говорит, хорошо, я брошу, я понял, тем более, что верующий человек часто причащался, мы с ним встречаемся через месяц и он говорит, слушай, провел я этот опыт, я, говорит, приехал на свое рабочее место, но они все, о, явился начальник, встали, слушают меня, я им распределяю работу, значит, давайте, идите, работайте, пошли, поработали, на следующий день то же самое, вот, это все без мата, и я, говорит, ну, давайте, идите, работайте, часть встала, пошла работать, часть решила чайку попить перед работой, на третий день, я пришел, распределил роли, сказал, ну, за работу, они, никто не встал и не пошел никуда, все решили чайку сначала попить, я, говорит, на них глянул, как, спущу на них многоэтажный, они сказали, о, наш вернулся, назвали по имени отчеству, говорит, встали и пошли работать, у них система восприятия, эмоциональная, как говорится, форма действия и подчинения заключалась в том, что ты можешь ли быть таким, как они, и можешь ли этим языком, который для них значимый, он, этот язык, их преодоление в этой жизни, когда они начинали, они матом ругаться в детстве, а у нас, к сожалению, сейчас все дети матом ругаются, это такое преодоление себя, своей правильности, правильности, я здесь удивляюсь, ребята ходят, рыбу ловят, хорошие ребята, я с ними общаюсь, между собой общаются, все прилично кричат, ну, как у тебя, что у тебя, мы все слышим, приходят девочки и начинается мат-перемат, и у девочек, и у мальчика, и нам так странно, потому что без девочек они нормальные ребята, с девочками они становятся друг перед другом, кто матершинней, кто, значит, старше, что ли, и девочки точно так же, и они соглашаются, то есть, это такое соглашение на неправедное поведение, которое в конечном итоге вы знаете, чем заканчивается, я уж не знаю, как у нас, но в Москве я знаю статистику, там теперь из школы практически девицами не выходит никто, то есть, до выхода из школы они должны честь потерять, и я к Артемию Лебедеву и такими, как он хочу сказать, что понятно, что это расчет на тараканов, что эти тараканы к тебе прибьются, и ты после с этих тараканов все, что нужно, возьмешь, и деньгами возьмешь, и поведением, и подчинением, и тем, что нужно, возьмешь, ты можешь с помощью этих тараканов заблокировать вот этот канал, например, ну такая вот, смотря, какие тараканы, кто на том же языке говорит, на котором ты говоришь, кто теми же заражен способами существования, как деньги, там, популярность и все остальное, как ты, они-то уже в твоей команде, они действительно для тебя ценны и сделают все, что хочешь, они даже идут на то, что у нас ведь в стране мат запрещен, за него полагается штраф, у нас тут один раз все-таки пришли и штрафовали, как я слышал года два или три назад, я просил, придите, вы полицейские, посмотрите, что творится, ну один раз было, но полагается, ну ладно, здесь они говорят, мы же не можем постоянно дежурить, у Лебедева все записано, все в каналах, миллионы просмотров, миллионы подписчиков, мат-перемат, кто-то его наказал, да, он хорошие вещи говорит иногда про Путина, значит, нельзя его наказывать, но я при этом вижу, как он эти же вещи может плохие про Путина говорить, в шуточку, с иронией и так далее и то подобное и вести к чему, я согласен, что те, кто умные, все поймут, они не будут на это клевать, они не будут в этой системе, а что это за система, вот эта система, ведь эта система очень древняя, она в определенной религии называется профанация, когда ты ставишь тех, кто ведет, можно так сказать, негативную деятельность, сам не понимая, что он ее ведет, он профан, он такой же таракан, грубо говоря, ну вот как тот искусственный таракан, он же не понимал, что он делает, и не мог понять, у него ни генетических не было, богом заложенных правил поведения, ни образования образований не было, его запустили какие-то люди, которые решили, что всех тараканах так можно вытащить и всех перебить, и ведь это точно так и с людьми происходит, и с людьми происходит, то есть, когда я вижу такое, я понимаю, что кто-то решил, что часть общества пусть гибнет, вот в этой, как они называют все время, в навозе, и Лебедев это постоянно применяет, а часть общества будет какой-то элитой, какой элитой, вот какая сбежала элита, которая матом ругалась, или та, которая наоборот чистенькой была и ничего не применяла, я вам скажу, что, в общем-то, скажу, что и с той, и с другой стороны, и те, кто остались, матом ругаются, и те, кто сбежали, матом ругаются, но что не так, какие, на мой взгляд, показатели должны быть у того, кто действительно ведет молодежь к чему-то, может быть, и теми способами, которые для молодежи приемлемы, и показатель очень простой, в духе он должен быть, в духе патриотизма, в духе веры, в духе любви, в конечном итоге, не в своих целях, не в духе своих целей, а, может быть, и тех, которые он отрабатывает, и я могу сказать, а, может быть, он и на тех, и на тех работает этот Артемий Лебедев. Самая тонкая шутка, которую, на мой взгляд, сказал Лебедев в разговоре с Дудем, заключалась в последней фразе, где ему Дудь решил задать самый последний, самый провокационный вопрос, а по ходу разговора я понял, что все попытки его разоблачить, как путинского агента у Дудя, не состоялись, но и убедить его в том, что он для Дудя и для этой позиции свой Лебедев тоже не смог. И поэтому остался один шанс на последнем вопросе Дудю сказать, в чем же сила, он его так и спрашивает, в чем сила. И он должен был, как мне кажется, по мнению Дудя ответить, что сила в нашем единении, сила в нашем патриотизме и все остальное. Но Лебедев, как всегда, очень умный и красиво, на мой взгляд, отшутился, сказав в оме, в оме. Ну, то есть, такой посыл, можно так сказать, дал на систему электричества, на электричество. Но те, кто изучал электричество, те знают, что там есть амперы, вольты, омы. И Дудь оторопел сначала, потом закатил голода, потом сказал, очень удовлетворился этим вопросом, ответом. И те, кто знает, что такое электричество и что обозначает эти все измерения, тоже поняли сразу. Но большинство кто-то решит, о, он же просил и спросил. Значит, сила в оме, сила в электричестве, сила в токе. Но я вам скажу, я-то знаю, что такое электричество, кроме того, у меня даже есть разряд электрослесаря, и я сдавал экзамены о том, что такое электричество. И я вам скажу, что здесь речь не про силу идёт. Ом — это сопротивление. То есть по существу он ответил ему сила в сопротивлении. И Дудь удовлетворился, потому что для него это главный вопрос, насколько он в этом сопротивлении находится, насколько те, кого он поддерживает и те, с кем дружат, являются силой, которые стоит оценить кому-то. И поэтому вот это окончание устроило Дудя, но я могу сказать, что если спросить Лебедева, что он имел в виду, так вот, посерьёзно, тот же Путин его спросит, что вы имели в виду, говоря о том, что сила в сопротивлении, он может ему ответить, я имел в виду вас с вашей силой, сопротивляющейся Западу. Ну, то есть, они вот такие, вот эти руководители, они могут и вашим, и нашим. И ещё раз повторяю, мне-то даже не важно, что он говорит, мне не важно, сколько у него денег, мне не важно, сколько у него подписчиков, мне важно, что считает он кого-то тараканом или нет, мне важно, переходит он на этот язык таракана для того, чтобы его вывести в светлое, как говорится, будущее и в жизнь праведную, или он так и будет думать, что этот таракан на этом языке проживает, когда-то сослужит ему службу, что-то там купит у него, куда-то подпишется, куда-то пойдёт по его приказу, потому что он по-другому не понимает, он другого языка не знает. И вот это меня больше всего смущает, потому что я вижу даже у больших политиков сейчас это высказание, где какие-то люди и не люди, они должны погибнуть, нечего им здесь жить, но и вижу и поведение тех, кто поддержит этих политиков по отношению к людям этим именно такое, что тараканы и понятно их признаки этих тараканов, они не говорят на русском языке, говорят на матерном, они ходят трезвые вместо того, чтобы водкой упиваться, они мирят дерущихся вместо того, чтобы морды друг друга бить. Вот в этом их проблема. Это же удивительно, как вдруг статистика пришла, что 40% сейчас поколения, которые вот в районе 20 лет не пьет спиртное, не курит и многие не матерятся, но не курят и не пьют 40%. В нашем поколении было 5%. После нас поколений было еще больше, то есть меньше. То есть 90-е годы практически поколение, которое в нем росло, все было. Пили либо спиртное, включая там пиво, либо наркоманили, а теперь 40% хотят другой жизни, для них это форма существования. Это меня очень поразила статистика. Ну так а что? они значит уходят в зону этой безопасности, они значит хотят выйти из тех мест, где их травили как тараканов спиртным, где их как тараканов наркотиками делали безумными, они хотят этого, но вывых с помощью мата для них только в сторону гибели. Я вас уверяю. Поэтому я не знаю, какие жертвы нужны, чтобы осталась какая-то часть общества, которая не ругается, не пьет, не наркоманит, а эти все, кто с матом, они пусть погибнут там, где могут погибнуть с пользой. Я думаю, это неправильная точка зрения. И те, кто таким образом пытается общество сплотить или воспитать на патриотизм или на какие-то действия, они, на мой взгляд, неправы. И поэтому, если есть государство, которое объявляет законы, то оно должно доказать, что это законы для всех. Оно тогда должно взять и эти ролики этого Лебедева и выставить ему все штрафы, которые полагаются, ведь они полагаются не только в реальной, но и в виртуальной среде. Конечно, у него много способов сказать, что это при монтаже кто-то вставил и все остальное, судиться с ним это себе, как говорится, дороже, да кто будет, когда он на таких ролях. Но тогда нечего и говорить, что вы имеете полную власть, и вы настоящая, как говорится, власть, которая способна повести в светлое будущее. Если вы не способны остановить тех, кто против государственных законов себя ведет, ну, тогда как? Тогда как? Вот так, вот такое мое размышление. Я понимаю, что очень многим не понравится, очень многие будут против, но такая уж у меня моя суть. Я вот за то, чтобы мы говорили чистым русским языком, чтобы мы не пили спиртного, не наркоманили, не курили, и друг друга уважали, а еще лучше любили. Вот мой патриотизм, вот моя, как говорится, точка зрения на то, каким должно быть государство, какие люди должны быть в государстве, ну, и какие вожаки должны быть в государстве, ведь считать, что ты ведешь стадо, может, и пастух, который сзади с кнутом ходит, и пастырь, как я вам рассказывал, батюшка мне на ум показал разницу с дудочкой идущей, и Христос впереди ведущий свое стадо, это не пастух с кнутом, это пастырь, который своей грудью через все эти трудности прошел, сам терпел все эти болячки и все эти проблемы, и сзади него идут не овцы, как иногда пытаются представить, а люди, люди выше своей степени, люди, кого он назвал детьми Божьими, а дети Божьи не пьют, не наркоманят, матом не ругаются, матом не ругаются. Простите меня, если кого-то затронул. Здоровья всем, чистоты, аминь. 거내 грудь, прием, богу, не ругается, по сравнению, раскрывать, на грудь, чтобы об